Сегодняшний обзор оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан у нас выходит с суточным опозданием. Владимир Путин внезапно вызвал на ковер Радия Фаридовича в Москву и совещание состоялось во вторник, а не в понедельник. В начале совещания Хабиров не стал подробно рассказывать о встрече с Путиным, хотя, безусловно, все этого ждали. Саму встречу с Путиным мы проанализируем в ближайшую пятницу в регулярном выпуске нашего канала, а сегодня поговорим о вопросах оперативного совещания. Несмотря на то, что Хабиров не стал подробно рассказывать о встрече с Путиным, он остановился на нескольких вопросах, которые обсуждались на этой встрече. В частности, он сказал, что Путин дал необходимые поручения по поводу строительства железнодорожной ветки Уфа-Агидель. Не вдаваясь в подробности, Радий Фаридович сообщил о том, что это длинный какой-то продолжительный процесс, к нему нужно готовиться, в нем нужно участвовать. А также он сообщил вовсе загадочную вещь. Он сказал, что по Кумертаусскому производственному объединению наша задача искать точки сбыта и спешить в судьбе этого производственного объединения никто не будет. Что это означало, так и осталось загадкой. Что значит спешить, не спешить. Насколько мне известно, предприятие находится в глубочайшем кризисе. Соответственно, вопросы возникают, какие там решения они с Путиным приняли. В общем, непонятно. Традиционно первым вопросом, естественно, был вопрос об оперативной обстановке в ЖКХ, чрезвычайных ситуациях и обстановке на дорогах. Собственно, традиционно этот вопрос ничего интересного не принес. Беляев отчитался о том, что у него все великолепно, замечательно и по плану. Пригрозил, что скоро начнется отопительный сезон и всем нужно быть к этому готовыми. Тимур Рафисович сообщил о неуклонном снижении аварийности на дорогах, а также снижении смертности на дорогах. Агумиров Фарид Рифович традиционно сообщил о том, что пожарные извещатели, которые он столь тщательно продвигает по Республике Башкортостан, продолжают спасать жизни башкортостанцев. Вторым вопросом оперативки был вопрос о готовности образовательных учреждений Республики Башкортостан к новому учебному году. Закономерно докладчиком выступал Хажин Айбулат Вакилович, министр образования Республики Башкортостан. Он сообщил статистические данные, в этом году 487 737 детей пойдут в школу Республики Башкортостан, из них 55 тысяч это первоклассники. Также Айбулат Вакилович сообщил нам, что только 8% школ в Республике Башкортостан будут работать по многосменной схеме. То есть, по утверждениям временно исполняющего обязанности министра образования Республики, 92% школ будут работать в одну смену. Я, честно говоря, не уверен в достоверности вот этих данных, но так как мы их никоим образом проверить не можем, соответственно, если будут какие-то факты работы школ в две смены, мы просим подписчиков и зрителей сообщать нам об этом с указанием номера школы и ее месторасположение. Также Айбулат Вакилович сообщил, что на данный момент ни в одной школе Республики Башкортостан нет нарушений пожарных и санитарных норм, которые могли бы повлечь за собой запрет на эксплуатацию учебного заведения. Вот это очень важное заявление министра образования, мы к нему обязательно еще вернемся. Айбулат Вакилович сообщил нам, что в Республике у нас есть 1310 школ, и все начнут работу с 1 сентября. Прошелся он и по готовности школьных автобусов. По его словам, из 1400 автобусов только 100 неосвидетельствованы на ГИБДД, и он усиленно работает над этим вопросом. Далее перешли, как ни странно, к вопросам теплых туалетов. Напомню, что примерно полгода назад, а может быть даже уже и больше, дорогой Ради Фаритович гневно сообщал жителям и своим министрам о том, что огромное количество школ в Республике, а именно 594 школы, то есть это чуть меньше половины, почти половина школ в Республике Башкортостан, не оснащены теплыми туалетами, и дети пользуются туалетами на улице. Подобная дикость, конечно, недопустима в 21 веке, и тогда еще давным-давно Ради Фаритович поручил Министерство образования ликвидировать эту проблему. Так вот, господин Хажин отчитался о том, как идет решение этой проблемы. Он рассказал нам, что на оборудование теплых туалетов ему выделено 161 миллион рублей, и ситуация на данный момент следующая. В 92 школах из этих 594, то есть примерно 20%, чуть меньше, работы не начаты, и только идут закупки, какие-то договора по поводу обустройства этих туалетов. В 381 школе идут работы по обустройству этих туалетов. Как они идут и в какой стадии готовности они находятся, никто не сообщал. Хажин не стал уточнять. И закончены работы на данный момент, то есть за 5 дней до начала учебного года, в 121 школе. Напомню, из 594. Безусловно, что в 92 школах, в которых еще даже не заключены контракты на эти работы, 1 сентября никаких теплых туалетов не будет. 381 школа, в которой идут работы, тут вопросы, в какой стадии этой работы и когда они завершатся. А самое главное, что, как сказал сам же господин Хажин, наличие цивилизованных, соответствующих стандартам туалетов, является одним основополагающим санитарных требований к учебным заведениям. Однако, сам же господин Хажин сообщил, что все школы в республике Башкортостан соответствуют санитарным нормам. Соответственно, тут как-то напрашивается вопрос. Господин Хажин сам себе противоречит или лукавит? 92 школы к 1 сентября не будут оборудованы железно этими туалетами, соответственно, они не подпадают под эту категорию. В общем, господин Хажин, конечно, немножко здесь слукавил. Также он сообщил нам о том, что он провел какой-то там опрос граждан, жителей и родителей, и 40% родителей просят новое оборудование для школ. Ну, в общем, на этом господин Хажин постарался свернуть свой доклад. Однако, Радий Фаридович все-таки вступил с ним в диалог, как он в последнее время практикует. Он никогда не оставляет без своего дополнения ни один доклад. И он спросил, вернее, даже не спросил, а как-то так восклицал, что 1310 школ готовы, акты сданы, молодцы. Ну, то есть, акты сданы и ладно, а то, что туалетов нет, ничего страшного. Уважаемые главы, обратился дорогой Радий Фаридович к главам районов, судя по всему, по туалетам заканчивайте до холодов. А потом Хабиров вспомнил о том, что он обещал оборудовать подъезды к школам дорогами, освещениями и прочими всякими удобствами, задал вопрос Мухаммедьянову. А как у вас там по подъездным путям к школам? На что Мухаммедьянов сообщил, что 97% школ оснащены дорожной разметкой и знаками. Он почему-то не стал говорить, есть ли там дороги вообще к этим школам и в каком они состоянии, при том, что господин Хажин упомянул, что родители просят обустроить дороги подъездные к школам. Ну, Мухаммедьянов от этого ответа уклонился. По поводу вот этих 97% школ с разметкой и знаками, у меня тоже много вопросов, и мы тоже не можем это никак проверить, и, наверное, никто на планете Земля не может проверить это системно, потому просим написать отзывы родителей, особенно из сельской местности, как устроены подъезды к школам их детей. Третьим вопросом последовал достаточно проходной вопрос об улучшении наружного освещения населенных пунктов ГРБ. Господин Беляев мажорно отчитался об успехах. Он сообщил нам, что установлено 16,5 тысяч новых светильников из 23 тысяч запланированных, заменил он 7 тысяч светильников из 9 тысяч запланированных, смонтировал 700 километров самонесущего изолированного провода и установил 3888 новых опор освещения из 5 тысяч запланированных. В целом, господин Беляев констатировал 73% исполнение этой программы. Он упомянул, что потратил на это 648 миллионов рублей и закончил все работы к 1 ноября 2019 года. Любопытно, что господин Беляев упомянул о том, что в процессе вот этого обновления осветительных приборов в Республике Башкортостан он на 6% увеличит количество энергосберегающих светильников. Очень странно, почему на 6%, потому что количество вот этих вот светильников, которые они устанавливают по этой программе, оно гигантское, и, в общем-то, наверное, не составляет 6% от общей массы. А также господин Беляев констатировал закономерное увеличение потребления электроэнергии муниципалитетами. Выражается это примерно в дополнительных 33 миллионах рублей, что, собственно, действительно объяснимо. Если светильников стало больше, электричество стало потребляться тоже больше. И уже было, приготовившись на этой мажорной ноте закончить доклад, господин Беляев уже вроде как собирался покинуть сцену, но тут внезапно появился Мурзаголов. Никто его ни о чем не спрашивал, однако Мурзаголов с места выкрикнул о том, что у нас в некоторых поселениях прямо фонит в инциденте, то есть очень много людей обращаются, и там констатируют такой безобразный факт, что установленные новые светильники и новые опоры освещения местные главы отключают от электричества, чтобы его экономить. Кто спрашивал Мурзагула об этом, кто просил его портить вот этот победный доклад господина Беляева, я не знаю. Но, в общем, Мурзагулов выступил со своей репликой. Ну, кстати говоря, Хабиров практически никак на нее не среагировал, что-то такое там пробормотал о том, что не всегда все получается один, два, три, что-то через один, через два чего-то устанавливаем. На этом, в общем-то, доклад был закончен. Далее обсуждали, пожалуй, что самый главный вопрос оперативного совещания. Вот эти все вот мелкие и проходные, они всегда на совещаниях есть, но есть всегда главный вопрос. Этим главным вопросом был вопрос о ходе обустройства подъездных дорог с щебеночным и песчаногравийным покрытием в населенных пунктах, включая места массовой жилой застройки. Это именно тот самый вопрос, который доклад, по которому был отвергнут на прошлой оперативке с гневом. Доклад Мухаммедьянова не устроил в прошлый раз Хабирова. Он потребовал, чтобы были пересмотрены все параметры, подходы и вообще передоложить заново. И вот доклад стали слушать заново. В этот раз решили заслушать троих докладчиков по этому вопросу. А это именно господина Искандарова, нового министра экологии, господина Мухаммедьянова, естественно, и Беляева Бориса Владимировича в части участия ЖКХ в этом вопросе. Первым выступал новый министр экологии, буквально вчера еще судья арбитражного суда Искандаров Урал Салаватович. Как известно, он одноклассник Хабирова. То есть, никаких команд нет, никаких хабировских нет, есть только одноклассники. В общем, учитывая то, что Урал Салаватович Искандаров буквально несколько дней назад занял свой пост, он, конечно, не мог глубоко вникнуть в вопросы работы своего ведомства. И потому начался довольно абстрактного отступления о сути и сущности использования общедоступных полезных ископаемых в Республике Башкортостан и в Российской Федерации о том, как это все вообще происходит, как это работает. Он сообщил нам, что в Башкирии существует 318 лицензий, 74 из которых приостановлено, и 209 недропользователей, то есть предприятий, которые разрабатывают общераспространенные полезные ископаемые. Очень важную вещь сообщил господин Искандаров, это то, что, оказывается, муниципалитеты имеют право пользоваться общераспространенными полезными ископаемыми на неразрабатываемых участках без лицензии, на глубине до 5 метров и без взрывных работ. Но они должны подать уведомление о намерении использования в Минэкологии. В целом, Искандаров прояснил ситуацию с возможностью использования вот этих общераспространенных полезных ископаемых в той части, что муниципалитетам, по сути, не нужно никаких документов оформлять, нужно только уведомить Министерство экологии. Также господин Искандаров сообщил, что в 12 районах не было подано ни одной заявки на использование общераспространенных полезных ископаемых. Исходя из того, что он перечислил, откуда были поданы заявки, то есть он умолчал, конечно, что 12 районов не подали заявки, но я смог посчитать, что за вычетом тех, кто подал, 12 не подали вообще. А еще в 11 районах объемы, на которые заявились муниципалитеты, они ничтожно малы, соответственно, примерно 30% районов не обеспечиваются общераспространенными полезными ископаемыми. Хабиров достаточно снисходительно выслушал первый на оперативке доклад господина Искандарова, резюмировал его так, что ключевой задачей и ключевым вопросом вообще всей этой истории является то, насколько мы дали возможность муниципалитетам пользоваться общераспространенными полезными ископаемыми, и каким образом это подействует на цену дороги. Следующим докладчиком по этому же вопросу был господин Беляев, и он докладывал в разрезе наличия и отсутствия специальной дорожной техники в районах республики для устройства вот этих вот песчаных и гравийных дорог. Господин Беляев сообщил нам, что в среднем износ уже имеющейся техники по республике Башкортостан достигает 70% по республике и колеблется там от 60 до 90, в 8 районах республики вот этой специальной дорожной техники вообще нет, в 37 районах есть только отдельные образцы техники и нет полного комплекта техники для ведения дорожных работ. А в двух районах по республике Башкортостан нет ни техники, ни общедоступных полезных ископаемых. Только 18 районов имеют и технику, и возможность на своей территории добывать общераспространенные полезные ископаемые. В 43 районах эти ископаемые есть, но нет полного набора техники. Господин Беляев сообщил, что ему требуется 431 единица спецавтотехники для того, чтобы укомплектовать районы теми необходимыми наборами, которые достаточны для самостоятельной отсыпки вот этих вот песчаных и гравийных дорог. Хабиров задал Беляеву загадочный вопрос. Технику начали понемножку раздавать? Борис Беляев сообщил, что да, начали. Что значит раздавать технику и что значит раздавать ее понемножку, наверное, остается загадкой. Далее по тому же вопросу был вызван отвечать Мухаммедьянов Тимур Рафисович. И, безусловно, именно его доклад и стал ключевым по этому вопросу. Собственно, Тимур Рафисович начал и продолжил тем же самым, а именно он настаивал на своем. Он сообщил, что, цитирую дословно, «Произведен расчет стоимости работ без учета стоимости материалов, дороги шириной 5 метров, толщиной 15 сантиметров, с плечом доставки материалов 5 километров, и этот расчет составляет от 500 тысяч до миллиона за километр». То есть Тимур Рафисович подтвердил то же самое, что он сказал на прошлом совещании, собственно, то, что отказался принимать дорогой Ради Фаридович. Далее, Тимур Рафисович напомнил, что территориальным заказом на 2019 год предусмотрено выделение субсидий районам и городам на сумму, внимание, 8 миллиардов 720 миллионов рублей, в том числе на отсыпку дорог 630 миллионов рублей. Цифры несколько отличаются от той, которую он называл в прошлый раз, но оставим пока это на совести Тимура Рафисовича. Тут Тимур Рафисович привел яркий пример разницы в цене при отсыпке вот этих вот пресловутых песчаных и гравийных дорог, и привел пример Обзелиловского района, где карьера есть поблизости, и стоимость одного километра дорог составила 510 тысяч рублей, и Бирский район, где карьера нет, и где один километр дороги обошелся аж в целых 5 миллионов 150 тысяч рублей. То есть несложно посчитать, что разница в цене между двумя районами при выполнении одних и тех же работ составила 10 раз. По плану Тимур Рафисович собирается в 2019 году теперь построить 960 километров. На прошлой неделе он сообщал, что только 950 за неделю, 10 километров решил прибавить. Также Тимур Рафисович сообщил, что в 40% работ по обустройству вот этих вот песчаных и гравийных дорог участвует Башкиров-Тодор. Уже стало 40%. В прошлый раз Тимур Рафисович сообщил, что большинство работ по отсыпке песчаных и гравийных вот этих песочных и прочих дорог производится Башкиров-Тодором. Буквально за неделю крупнейшее автопредприятие Республики Башкортостан, по крайней мере, по словам председателя комитета по транспорту, утратило свои лидирующие позиции. Я не знаю, с чем связана такая ситуация, и предполагаю, что невозможно, например, было расторгнуть контракты, если они были заключены за столь короткий срок, да и повода, наверное, для этого не было. В общем, складывается впечатление, что все это только информация для оперативки. Ну, пойдем дальше. Всего Тимур Рафисович настаивает на строительстве 11 300 километров от этих песчаных и гравийных дорог, так же, как и раньше. Но появилась какая-то новая идея. Тимур Рафисович предполагает создание неких муниципальных бюджетных учреждений в муниципалитетах Республики Башкортостан, которые будут оснащены собственной техникой, у которых будут карьеры, будет средства местных дорожных фондов, да еще они будут получать дополнительные трансферты из Министерства ЖКХ, и всеми вот этими вот совокупными силами эти МБУшки, как он выразился, будут строить вот эти песчаные гравийные дороги в районах республики. Также Тимур Рафисович не исключает строительство дорог по принципу конкурсных процедур, и работы по плану 2019 года он планирует все-таки завершить к 1 ноября 2019 года. На этом Мухаммедьянов свой доклад закончил, но обсуждение вопроса далеко не закончилось, потому что далее состоялся очень примечательный диалог, а иногда и беседы нескольких человек из числа руководителей республики. И сейчас я постараюсь его привести практически дословно. Хабиров попросил вернуть на экран слайд, где показывается вот эта чудовищная разница между ценами на одну и ту же работу в Бирском и Абзелиловском районах, и стал уточнять. Разница в 10 раз только из-за наличия карьера? Так точно ответил Тимур Афисович по-военному. Дайте тогда анализ о наличии карьеров, техники в каждом районе, сколько стоит дорога, чтобы посмотреть, правильно ли мы мыслим, что наличие карьеров и техники столь существенно на это влияет, попросил дорогой Радифаритович. А, собственно, о чем ему только что рассказывали вот эти выступающие, с диаграммами, с графиками, с картами республики. Там было подробно указано, где есть карьеры, где нет карьеров, кто ими пользуется, что и как. Ну, в общем, Хабиров повторно попросил. Внезапно дорогому Радифаритовичу пришла в голову гениальная мысль. Цитирую. А мы можем Бирскому и подобным районам выделить из госзапасов общераспространенные полезные ископаемые? Из соседнего района дать? На что министр экологии Искандаров отрезал. Нет, не можем. Хабиров опечалился. Но тут на помощь пришел Мухаммедьянов. Можно проработать вопрос, когда республика отдает запасы в аренду району, а район уже использует их для своих нужд. Хабиров воодушевился. Надо продумать юридическую схему. Тут Искандаров уже тоже засомневался и сообщил, что это возможно, если запасы будут в аренде у республики. Хабиров резюмировал. Со следующего года добьемся использования только государственных запасов, а не с рынка. Цель одна, чтобы было подешевле. Вот 500 тысяч, ладно. Как ладно, Радифаритович? На прошлом заседании вы шумели о том, что 500 тысяч это много. Что какое-то там чудо-глава в каком-то чудо-районе. Может за 300, за 350 с техникой все делать. Вы тут распланировали, как всем, понемножку раздать технику. И теперь уже 500 тысяч, ладно. Вот подобная непоследовательность, подобная неточность в цифрах, подобные какие-то манипуляции, они, конечно, всегда подрывают авторитет. И вообще лично дорогого Радифаритовича, и в целом всего руководства республики. Вот столь вольное обращение с сегодняшними и вчерашними заявлениями, они как раз и несут самый чудовищный урон облику и имиджу вот этой власти, и лично, конечно же, дорогому Радифаритовичу. Вообще вопрос об устройстве вот этих песчаногравиных дорог мы обсуждали в прошлый раз. Я подвергаю глубочайшему сомнению целесообразность об устройстве такого гигантского количества, а именно 11 тысяч километров вот этих вот ужасных средневековых дорог. Но, тем не менее, так как все-таки я не являюсь экспертом ни в строительстве дорог, ни в законности подобных процедур, которые предлагает дорогой Радифаритович, мы обратились к нашему эксперту, который пожелал остаться неизвестным, но очень сильно нам помог, с просьбой проанализировать вообще целесообразность, законность и правильность того, что вообще обсуждалось в этом вопросе по поводу песчаногравиных дорог. И вот, собственно, какое резюме мы получили. Я зачитаю его с экрана, потому как бы это будет выглядеть немножко не как живой эфир, а как декламация. Заключение следующее. То, чего добиваются хабиров, никогда не получится. Даже в форме аренды какой-нибудь госконторе, о которой упомянул Сидякин или Мухаммедьянов. Если аренда, то это уже торги, а кто их выиграет, одному богу известно. Однако муниципальное образование у другого муниципального образования арендовать ничего не может. Бесплатно брать тоже не может. Если ГКУ или ГБУ республиканского уровня возьмет карьер в муниципальном образовании, как госсобственность, то тогда муниципальные дороги надо переводить в республиканские дороги. Иначе нецелевка будет у ГКУ, то есть нецелевое расходование средств. Здравая мысль о муниципальных бюджетных учреждениях в рамках госзаказа, но это опять только в рамках одного муниципального объединения. И это значит, что нужно создавать 54 муниципальных бюджетных учреждения. Минфин этого никогда не допустит, потому что Минфин Российской Федерации жестко контролирует количество бюджетных учреждений. А ФАС это может оценить как нарушение конкуренции. Так как дорожное строительство очень конкурентная сфера, тем более в районах. Короче, честно говоря, непонятное желание найти общий знаменатель там, где достаточно разнородные показатели, вызывает некое сомнение. Кстати, примеры с Обзирилом и Бирским это сюрреализм. Не верится, что такой разброс цен, тем более, что в Бирске ПГС мыли всегда, так как там была пристань, и там имелся источник общераспространенных полезных ископаемых. Вывод такой. Когда не можешь решить задачу унификации подходов в целях экономии, вводи систему лимитов и стандартов. Мухаммедьянов действительно был близок к этому и недаром работал в Минтрансе. Стандарт на дорогу с точки зрения одного километра, толщина, длина, пословенность и так далее, при этом необходимо ввести систему лимитов. Один километр дороги, например, 350 тысяч рублей и точка. Можно сделать градацию по дорогам в зависимости от районов. Причем не просто от районов, а от их ландшафтов. Горной, степной, городской и так далее. Вышел за лимит и сделай дополнительное обоснование. И получи дополнительные средства. На этом аналитику я цитировать заканчиваю. И добавлю от себя, что действительно, подходы, которые демонстрирует дорогой Радий Фаридович в решении сложных задач, честно говоря, вызывают большие сомнения. Становится очевидным, что он не очень способен обозреть весь комплекс проблем и предложить какие-то универсальные или хотя бы подходящие для максимального количества районов способы для решения этих проблем. В целом, они обсуждают, если честно, достаточно примитивные критерии. Утыкаются в эту цену, пытаются перераспределить неперераспределяемое и так далее. Спасибо нашему эксперту за оценку возможности и невозможности применения тех подходов, которые декларировал дорогой Радий Фаридович. Будем наблюдать и отслеживать, каким образом будут видоизменяться механизмы работы в этой отрасли. Ну и посмотрим, какие будут результаты. Следующим вопросом оперативки был тот самый вопрос, который был отменен на прошлой неделе, а именно отчет госпожи Шафиковой Амины Ивнины о реализации национального проекта «Культура» в Республике Башкортостан. Если в целом характеризовать этот доклад, то это был доклад о новостях будущего. Амина Ивнина практически не говорила о том, что она уже сделала, а все больше делала упор на то, что она какого-нибудь 2024 году пресловутому сделает. А именно она сообщила, что к этому 2024 году она приобретет 10 автоклубов, создаст 20 модельных библиотек, чтобы это не значило, построит 12 кинозалов, оснастит 125 культурных учреждений современной техникой, введет 27 новых объектов культуры, отремонтирует 52 старых объекта культуры и стратит на все это 10 миллиардов рублей за 6 лет. Про текущий момент Амина Ивнина как-то очень мельком упомянула, что на данный момент ей выделено 904 миллиона рублей из этих 10 миллиардов, и она их освоила на 34%. Она построила 3 сельских культурных центра, вернее, намеревается прямо скоро их закончить, и купила 63 пианино. В общем, на этом Амина Ивнина закончила докладывать о неимоверных успехах культуры в Республике Башкортостан, которые нас ждут к 2024 году. Отмечу отдельно, что свой доклад госпожа Шафикова начала на башкирском языке, поприветствовала дорогого Радия Фаритовича и присутствующих членов правительства на башкирском языке, что случилось в первый раз на моей памяти, и что выделяет ее доклад из ряда других неинтересных и прожектерских. Радий Фаритович тепло среагировал на этот доклад. Впервые упомянув Господа Бога, он сообщил следующее. «Дай Бог, чтобы все получилось. Надо за кассовым исполнением следить». Почему-то сразу же добавил Радий Фаритович, не зная, каким образом связан Бог и кассовое исполнение. Видимо, только Господь Бог может повлиять на кассовую дисциплину в Министерстве культуры. Далее Радий Фаритович посетовал, что в Уфе стоят брошенными и закрытыми многие крупные культурные заведения, а именно республиканский городской цирк, театр кукол, и что прочие театры требуют реконструкции. Ну, тут с места ему репликами сообщили, что в этом части все хорошо, работа идет. Только вот, правда, ни цирк, ни театр кукол у нас так и не заработали. Но посмотрим. Шестым и последним докладом оперативки был доклад секретаря Межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан Касьянова Алексея Анатольевича о реализации мер по пресечению незаконной деятельности по производству и обороту этилового спирта и алкогольной продукции. Господин Касьянов сообщил, что за 7 месяцев он достиг неимоверных успехов. Вместе с МВД было совершено 6 рейдов спецопераций по пресечению этой преступной деятельности, было обнаружено 8 подпольных цехов в Билибе, Стерльтамаке, Сибае и некоторых других районах, было изъято 60 тысяч литров алкогольной продукции, заведено 68 уголовных дел, а также выписано 1896 административных протоколов за незаконные действия с алкогольной продукцией. Видимо, речь идет о торговле без лицензии и всякие прочие нарушения. Штраф выписан немного, всего 8 миллионов рублей. Также господин Касьянов сообщил, что он провел свыше тысячи экспертиз в области контроля за вот этим суррогатным алкоголем, и примерно 800 из них выявили несоответствие стандартам, из чего я делаю странный вывод, что примерно в 20 случаях из 100 фальсификаторы все-таки производят качественный алкоголь. Также Касьянов сообщил о том, что в этом году резко снизилось количество людей, отравившихся и умерших в результате потребления суррогатного алкоголя, а именно умерло всего 113 человек против 212 в прошлом году, я так понимаю, что за соотносимый период времени, и количество отравлений снизилось с 19 до 24 на 100 тысяч населения. Касьянов закончил свой доклад, Хабиров был безумно доволен этим докладом, он просто рассыпался в благодарностях и в похвалах Касьянову, и отметил, что, цитирую дословно, «в два раза меньше людей погибло, мы спасли, подарили миру 100 человек», сообщил дорогой Радифаритович, и тут я немножко вздрогнул по поводу, каких же замечательных людей подарил миру дорогой Радифаритович из числа тех, кто хронически злоупотреблял суррогатным алкоголем. Также Хабиров попросил усилить эту работу, я имею в виду работу по борьбе с суррогатным алкоголем в Уфе, а именно в Калининском и Арджентинском районах города Уфы, которые традиционно славились вот этой подпольной торговлей поддельным алкоголем. Еще Радифаритович сообщил о том, что он попросил некое объединение антидилер поработать в Уфе, и вот этот антидилер выявил поразительный факт, что в Уфе не просто по ночам продают алкоголь, а очереди стоят за этим алкоголем, то есть настолько это популярная услуга. Отдельно Радифаритович остановился на том, что в Уфе процветают под видом ночных кафе точки торговли алкоголем, и отдельно Радифаритович остановился на ответственности торговцев за торговлю алкоголем с несовершеннолетними детьми. Цитирую Хабирова, если человек продает алкоголь несовершеннолетним, с ним надо поступать по законам военного времени. Конец цитаты. Законы военного времени – это юридически определенная категория. Дорогой Радифаритович, а вы точно юрист? Вот вы понимаете, к чему вы призвали своих подчиненных и людей, причастных к этому процессу? Я очень надеюсь, что и МВД, и вообще все, кто вовлечены в эти процессы абсолютно необходимой борьбы с суррогатным алкоголем, воспримут слова дорогого Радифаритовича с юмором или иносказательно. Иначе мы станем свидетелями расстрелов на месте и прочих страшных вещей, которые предусматривают именно законы военного времени в отношении нелегальных торговцев алкоголем в Республике Башкортостан. Повестка оперативного совещания была закончена, однако важные новости еще были. Вслед за последним докладом, согласно повестке, Хабиров сделал очень важное, я бы сказал, фундаментальное сообщение заявления и сообщил нам он следующее, что в соответствии с федеральным законом от 27 июня 2019 года о внесении изменений в федеральный закон об участии граждан строительства многоквартирных домов, он подписал указ о создании некой некоммерческой организации Фонд Республики Башкортостан по регулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами перед участниками долевого строительства. Хабиров сообщил, что в Республике Башкортостан самое большое в ПФО количество дольщиков. Также цитирую Хабирова, я подтверждаю, что все обязательства перед дольщиками будут выполнены. Видимо, речь шла о том, что Хабиров вспомнил о своем декабрьском поспешном заявлении о том, что он прекрасно знает, как решить проблему обманутых дольщиков и решит ее, и все получат свои квартиры. Что вообще все это значит? А значит, это следующее. Опять цитирую дорогого Радио Фаритовича, чтобы было понятнее, к чему он стремится и к чему мы придем в области долевого строительства. Начало цитаты. «Создаем фонд, начинаем пичкать, запятая, насыщать его бюджетными деньгами и направляем их на строительство. По-другому никак». Конец цитаты. Судя по всему, все это означает вот что. Прошедшие 10 месяцев беспрецедентной борьбы с проблемой долевого строительства, вернее, последствий в долевом строительстве не дали никаких результатов. То, что заявлял Хабиров о том, что он знает, как решить эту проблему, оказалось неправдой. Он не знает, как решить эту проблему, иначе как за бюджетные средства профинансировать стройки, которые уже однажды профинансировали граждане из собственного кармана. Теперь создается вот этот фонд, в который поступят, со слов дорогого Радио Фаритовича, именно бюджетные деньги. На эти бюджетные деньги будут достроены коммерческие объекты, которые затеяли некие разные строители, которые разорились по тем или иным причинам. У меня вызывает масса сомнений законность вообще подобного подхода. Позволяет ли бюджетный кодекс расходовать бюджетные деньги на ликвидацию проблем, созданных коммерческими организациями в отношении третьих лиц? Тут нужно смотреть, конечно, юристам, разбираться в этих вопросах. Однако, конечно же, нельзя не отметить глобальность подобного заявления. У Хабирова ничего не получилось с решением проблем обманутых дольщиков, и он решил решить эту проблему за счет всех граждан Республики Башкортостан. То есть теперь мы все скинемся понемножку на самом деле, не в прямом, но в переносном смысле, из наших налогов, из нашего бюджета вытащат гигантские деньги, на которые будут достроены вот эти объекты долевого строительства. деньги, на которые рассчитывали бюджетники, деньги, которые должны были быть потрачены на обустройство городов, на дороги, на медицину, на образование, на освещение дорог и на прочие дела, которые расписаны в бюджете Республики, эти деньги будут потрачены на достройку жилых домов. Я понимаю, что сейчас общество, наверное, расколется на несколько частей из тех, кто скажет «Да, правильно, так и должно быть», из тех, кто скажет «А с какой стати все остальные должны платить за грехи вот этих застройщиков?» Ну и третьи, которые промолчат и скажут «Моя хата с краю», эти люди, которые давно уже простились с бюджетными деньгами и считают бюджетные деньги не своими, а какими-то абстрактно государственными. Посмотрим, какая реакция наступит на это заявление. Это очень важная история. Несомненно, что Хабиров понял, осознал, что прямо перед выборами он полностью провалил историю с решением проблемы обманутых дольщиков и должен хотя бы в последний момент, хотя бы за две недели до выборов, хоть как-то реабилитироваться и дать хоть какое-то новое обещание. Я полагаю, что не факт то, что вот с такой легкостью можно будет на бюджетные деньги повторно оплачивать строительные работы на этих вот коммерческих на самом деле стройках. Я полагаю, что законно будет не так-то просто направить бюджетные средства на решение проблем коммерческих предприятий. И мы знаем, что многие решения, которые принимал Хабиров, сталкивались с проблемами их законной реализации. Он, конечно, юрист, но, видимо, не настолько. Кроме всего прочего, очень важно понимать, в чьи руки попадет этот фонд и кто будет им руководить. Мы уже знаем о многих фондах, которые занимались строительством в Республике Башкортостан. Это ФЖС и ФРЖС, это всякие прочие-прочие системы, это и фонд регионального развития и прочие-прочие фонды. Все зависит от того, каким образом этот фонд будет обращаться с бюджетными средствами. Мы прекрасно знаем, что именно фонды являются рассадниками вот этих вот безумных и многочисленных финансовых нарушений и даже преступлений. Фонды у нас теряют деньги в банках, фонды у нас вообще куда-то их тратят эти деньги и так далее, и так далее. Я не уверен, что дорогому Радио Фаритовичу под силу организовать сколько-нибудь серьезный и адекватный контроль расходования этих средств. И очень опасаюсь, что вот эта схема решения проблемы через фонд опять превратится в какую-нибудь гигантскую аферу или преступление.